Некогда процветающее село в долине Крымского предгория Бешуй. Сейчас это несколько старинных колодцев, кладбища и камни. Дважды сожженное в годы войны, село возродилось, но вскоре после депортации оно оказалось ненужным властям полуострова и было расформировано в середине 1960-х годов. Теперь тут заповедная зона, но память о Бешуе хранят рассказы его уроженцев. Они вошли в книгу «Бешуй туган куэмэской дэшлернын хатыра в ларанда», автором и составителем которой стал Энвер Муратов. Мы стоим на возвышенности, за нашей спиной находится деревня Бешуй в двух-трех километров. Это когда смотришь на это место, природа тебя поражает, как здесь красиво, какие холмы, возвышенности, какие леса. В самой деревне ничего нет, остались только остатки фундамента, кладбища, старинные колодцы. Село Бешуй было примечательно тем, что оно как-то находилось изолировано от различных деревень. Люди занимались здесь садоводством, огороды выращивали, скотоводством занимались. Есть воспоминания, что некоторые занимались даже древесный уголь, изготавливали. С 95-го года я стал участвовать постоянно в бешуйских встречах, которые организовывал мой двоюродный брат Эдем Топчи. Меня настолько поразило то, что была деревня, как мама рассказывала, а теперь уже ничего нет. Работа над книгой велась многие годы. Автор-составитель книги Энвер Муратов с 2015 года работал над архивом, который собирался Эдемом Топчи, а впоследствии им самим. Книга состоит в подавляющем большинстве, примерно 70 семей опрошены, семейные фотографии. Есть довоенные, есть послевоенные. Книга будет в первую очередь интересна тем, о ком я собрал материал, коренным бешуйцам. И многих их уже нет, но их детям, потомкам должна быть интересна. Кроме того, книга интересна широкому кругу читателей, любителей старины Крыма. Помимо воспоминаний уроженцев села, в книгу вошли архивные материалы, подробные карты Бешуя, фотографии и статистические данные. Тираж книги «Бешуй Тувган Коэмэской Дашлернан Хатарабларанда» составляет 150 экземпляров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова